Высокое искусство не только отображает жизнь, оно, участвуя в жизни, ее меняет. Эти слова писателя Ильи Эренбурга как нельзя лучше передают темы, которые мы обсудим в выпуске. Их накопилось много, поэтому вам точно стоит заварить вкусный чай или налить ароматный кофе, смотря что вы любите. Потому что сейчас, как всегда, мы поговорим об искусстве. Меня зовут Алика Стеблянская, вы смотрите программу «Культурный код» на телеканале «Осетия Рыштон», и мы начинаем прямо сейчас. Я обещала вам интересную тему на повестке дня, так вот она, ловите. Представляете, оказывается, наша республика – это буквально магнит для съемок самых трендовых роликов для социальных сетей у блогеров России. Ну, оно и понятно, у нас действительно очень красиво. Именно поэтому совсем недавно в Северной Осетии собрались блогеры для того, чтобы отснять контент для нового проекта «Места» от приложения ВКонтакте. Проект, по словам его создателей, вдохновляет на путешествия по нашей стране. С медийными личностями разговаривала моя коллега Мадина Семирканова. На часах 9 утра заставить проснуться человека в такую рань может или работа, или поездка в горы. Сегодня по плану и первое, и второе. Команда компании ВК решила познакомиться с горной Аланией, арт-объектами и архитектурными памятниками. Узнать, что такое настоящая Осетия и с чем ее едят. Думаю, пора отправиться в путь. Анна, пока ребята активно проводят время в горах, я решила не упускать вас. Возможности побеседовать с вами. Хотела подробнее спросить о вашем проекте «ВК-Места». Правильно? Да, правильно. Наш проект снимает ролики о регионах России. Для пользователей социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, мы размещаем материал в нашем сообществе ВКонтакте, который так и называется «Места», где пользователи из разных регионов могут посмотреть фильмы регионов, в которых хотели бы побывать или планируют побывать, и затем сложить свое собственное впечатление о новых местах в России. Северная Осетия стала юбилейным 55-м регионом, куда отправилась съемочная группа. До конца года команда планирует снять 70 имиджевых роликов. Мы уже хорошо исследовали Сибирь, побывали на Дальнем Востоке, почти во всех арктических регионах страны мы побывали, и, конечно, по Волжье, Центральный федеральный округ. И у нас еще впереди остается несколько регионов, которые мы, конечно, с нетерпением ожидаем. Куртасинское ущелье выбрали неспроста. Ведь именно сюда приезжают сотни, а то и тысячи туристов со всей страны. Горные серпентины проверили на прочность вестибулярный аппарат гостей. Каких-то 40 минут в дороге, и вот она, первая локация медиа-экспедиции – водопад Кольцо. Дальше только интереснее. Ребятам предстояло добавить щепотку экстрима и полететь навстречу ветру на горных квадроциклах. Ощутить свободу и власть над ревущей машиной, а главное – передать все чувства через кадр не составило труда. Ведь в такие моменты эмоции сдержать практически невозможно. Вот так вот смотрю, и я даже не могу представить, что там было. Мне одновременно и страшно, и очень хочется туда. Потому что… А почему тебе страшно? Ну, потому что, смотри, там может быть все абсолютно. Волки. Драконы. Драконы. Медведи тоже есть. Я первый раз на квадроциклах поеду. Осетинские борцы, они пожестче будут, всяких медведей. Вот так мы смотрим на горы, очень классная картинка, как будто бы заставка, знаете, на компьютере. Хочется уже поскорее туда поближе все рассмотреть. Актер Владимир Гарцунов на квадроцикле чувствует себя так же уверенно, как на съемочной площадке. Его сердце погорел не горный транспорт, а пейзажа. Такую палитру красок он точно не ожидал увидеть. Я, честно говоря, не предполагал, что это будет возможно. Ну, настолько красиво. Но мои ожидания не оправдались, и это хорошо. Потому что здесь безумно, правда, красиво. Очень классно. Очень. Справа-влево он его будет тащить. Для этого мы держим роль крепко, уверенно. Задали дорогу – едем. Если вы почувствовали слабинку, испугались, он вас будет тащить вправо-влево. Для этого едем, задаем дорогу. То есть задали дорогу – прямо едем. Не надо никуда сворачивать. Коля-николя, просто перекат аккуратно, перекат аккуратно. Самое главное – держите курок газа. По словам инструктора, транспорт довольно устойчив и безопасен. Осилит самые сложные тропы и даже бездорожье. За считанные секунды команда завела квадроциклы и отправилась покорять горные массивы. На смену экстриму подошла более спокойная часть медиа-экспедиции. За холмами ущелья расположилась Дзевгизская крепость. Ее мощные стены практически незаметны на фоне скал. Во времена Средневековья исторический памятник играл важную роль в обороне горной Алании. Пройти мимо такого объекта практически невозможно. В моей поездке я никогда не жду ничего в целом, потому что не вижу в этом смысла. Я приезжаю, и мне хочется побыть в моменте и посмотреть. Я в Осетии, например, никогда не был. И все время хотел посетить. Вот у меня брат, например, весь Кавказ объездил, он служил много где. А мне, к сожалению, не довелось. Я пытался много работать, много работал, чего-то пытался добиться, и не было времени. Сейчас время появилось, и я просто любуюсь, и дышу. Ощутить полное спокойствие актеру не удалось. То команды режиссера, то поклонницы, которые хотели фото на память. Но, несмотря на это, ему удалось получить удовольствие и запечатлеть это в объективе камер. Съемочный процесс не мешает наслаждаться видами, не мешает погружаться в истинскую культуру? Нет, я же все-таки, безусловно, воспринимаю. Это, в первую очередь, моя работа. В первую очередь, моя работа, как и ваша. Вы с нами ездите, и вы видите, что это особо не мешает нам, так или иначе. Главное, научиться. Я, наверное, за свои небольшие годы научился останавливаться в моменте, Да, не за что. Научился останавливаться в моменте, пожалуйста. И вот этот стоп, он мне очень сильно помогает, чтобы просто посмотреть на это. Даже, простите тут за некую нескромность, это ни в коем случае неуважение. Даже вот сейчас интервью вы у меня берете, и я пытаюсь отвечать на вопросы, но между тем я просто вот смотрю, любуюсь на эти горы, и это прекрасно. Медиа-экспедиция по Северной Сети близится к завершению. Впереди команду ждут Алтай, Томская область и Приморский край. Но воспоминания о невероятных приключениях в Горной Алании будут еще очень долго греть сердца наших гостей. Мадина Тимирканова, Алена Чубкова, Карина Таутиева. Специально для программы «Культурный год». На днях на сцене филиала Мариинского театра в Владикавказе состоялась премьера обновленного спектакля «Портрет Дариана Грея» в постановке Валерия Суанова. Завораживающий роман «Портрет Дариана Грея» – грустная история о важных вещах. В основе сюжета – душа в обмен на вечную молодость и красоту. Произведение много раз поддавалось экранизациям. Балетную же версию знаменитого романа «Оскара Уайлда» во второй раз представили артисты балетной труппы филиала. А вот как проходила работа над постановкой, как создавалось то самое ощущение мистики, узнавала моя коллега Анна Сапоева. Смотрим, вдохновляемся и в будущем ловим билеты на следующие показы постановки. Портрет Дариана Грея – роман Оскара Уайлда, вышедший в свет больше века назад. Это произведение о героях, чьи имена стали нарицательными, а тех, чьи грехи стали отражением каждого хоть раз читавшего эту книгу. История Дариана, продавшего душу дьяволу в обмен на вечную молодость, волнует и сегодня. По ней снимают фильмы, ставят мюзиклы и спектакли по всему миру. Своё место она нашла и на сцене филиала Мариинского театра, на которой воплотилась в балет. Главный герой живет для собственного удовольствия. Он отвергает друзей и поддается тайным порокам. Спектакль наглядно показывает, к чему приводят все эти преступления, за которые в конце концов приходится нести наказание. Портрет Дариана Грея впервые был поставлен Валерием Суановым в 2018 году. Тогда выбор на это произведение пал необычно. Ему помог консультант местного книжного магазина. В институте, где я учился, нас учили, что выбор произведения должен быть обусловлен актуальностью его на сегодняшний день. И таким образом, путем нехитрых телодвижений, я выявил это произведение, зайдя в книжный магазин и спросив, что сегодня читают люди. И мне сказали, что портрет Дариана Грея – один из самых читаемых книг на сегодняшний день. Для Валерия Суанова этот проект стал первым, он же успешным, на сцене Мариинского театра. Именно поэтому спустя столько лет режиссер-постановщик решил вернуть его в репертуар. Во-первых, это связано с тем, что нам нужно расширять репертуар. И почему бы не обновить спектакль, который был успешен энное количество времени назад. И почему бы просто не посмотреть на него спустя годы, когда труппа эволюционировала в профессиональном смысле этого слова. И мне кажется, что это будет очень интересно сегодня и нашему зрителю. В первой постановке главную роль играл тогда еще солист ансамбля Алан Аслан Хугаев. Несмотря на то, что он был народником, Валерий Суанов увидел в нем самого яркого и харизматичного кандидата. В этот раз ее исполняет Азамат Малиев и, кстати, в прошлом тоже народник. Однако, как отмечает балетмейстер, изначально он не рассматривал его в качестве Дариана Грея. Я не помню за последнее время, чтобы я его рассматривал хоть на какую-то роль. Просто он говорил, дайте попробовать, вы посмотрите, что я буду лучшим. И это то, что им движет сегодня. Я его и на этот раз не видел в этой роли. Но он мне доказывал обратное уже очень много раз. И он сказал, что дайте мне возможность, я трансформируюсь таким образом, что вы будете считать, что по мне это вообще писали. Азамат Малиев уже давно полюбился публике своими ролями. Он отмечает, в каждой постановке и каждом герое всегда старается находить свое отражение. Дариан Грей не стал исключением. Ему также не хочется стареть, ведь он артист. Вот это произведение я еще читал, когда Аслан был в этой роли. И сама книга мне безумно понравилась. А до книги я, в принципе, видел именно спектакль. Я еще был на студенческой скамье. И вот можно сказать, после этого спектакля у меня вот загорелась вот эта любовь к театру. И я уже тогда понял, что непременно буду направлять себя в театр. Две молодые и талантливые артистки, обе не видящие ничего, кроме театра. Обе заставляющие зрителей смотреть на них, затаив дыхание. Виоле эта роль знакома с 2018 года, но только сейчас увидела в ней себя. Я об этом даже не задумывалась. А вот сейчас, когда мы начали восстанавливать этот спектакль, я всегда там прокручиваю что-то. Я задумалась, а вот и вправду, я же как Сибила, постоянно в театре, разные роли. И все, ты только театр, театр-дом. И безусловно, мне кажется, я на нее похожа и внутренне. Когда я еще начинала играть, это же моя первая роль, такая большая роль. И с каждым спектаклем, то есть я росла, росла, росла. Если даже сравнивать первый спектакль и даже тот же пятый спектакль, который мы давали, совершенно два разных человека. Играешь одну и ту же роль, но чувствуешь ты уже совершенно по-другому. И сейчас, мне кажется, будет вообще другая Сибила. Валерий Суанов отмечает, в портрете Дориана Грея помимо Виолетты и Азамата главные роли будут играть еще несколько артистов филиала Мариинского театра. Если у тебя в труппе нет Ромео, нельзя ставить Ромео Джульетту. Естественно, когда я выбирал произведение, я понимал, что у меня все эти герои есть, полный комплект. И более того, я вам скажу, что вы на этот раз увидите трех Дорианов, увидите еще двух Сибил помимо Виолетты. И я хочу, чтобы мои артисты росли профессионально на каких-то больших ролях. Я даю каждому возможность, абсолютно каждому. Если кто-то сегодня из каждого балета подойдет и скажет, там, Валерий Русланович, я бы хотел попробовать или хотел бы попробовать, я никогда никому не отказываю. То есть у всех есть шанс в этой труппе. Это максимально справедливый, естественный отбор. Сходство с персонажами есть не только у играющих в спектакле артистов, но и у самого Валерия Суанова. С лордом Генри с уверенностью говорит режиссер-постановщик. Конечно, лорд Генри. Но я надеюсь, что я в лучшей интерпретации. И я, безусловно, искусственный манипулятор в хорошем смысле этого слова. Пожалуйста, не вырезайте из контекста, не говорите, что я манипулятор. Но, безусловно, чтобы собрать такую теплую труппу, очень дружный коллектив, который бы работал как один единый механизм, нужно прибегать к неким хитростям и, возможно, иногда даже манипуляциям. И только эти знания помогают мне сегодня быть на плаву и быть в полной гармонии и дели со своей труппой. Помимо состава, в спектакле обновили костюмы. Для этого привлекли дизайнера-архитектора Нину Савлаеву. В рамках пресс-конференции, которая прошла 19 июня, она рассказала о своей работе с театром. Мы сделали такую концепцию, что декорации серые, имеют такой графитовый оттенок, и они не перебивают, и получается, что они дают возможность подчеркнуть вот эти нейтральные оттенки. Говорят, спектакль достигает цели, если заставляет зрителя в процессе просмотра испытывать чувство неловкости от того, что видит в героях себя. Портрет Дарьяна Грея, Валерия Суанова, именно такой. Раз уж мы говорим о балете, то предлагаю продолжить тему и обсудить, как появился балетный костюм. Балетный костюм за 300-летнюю историю кардинально изменился от вычурного и пышного, то изящного и легкого наряда. Рассказываю, как придумали первые пуанты, и кто из известных художников создал костюмы из картона. В 17 веке балеты показывали между актами пьес. Они не были самостоятельными спектаклями, поэтому их называли междусенья. Костюмы были похожи на праздничные наряды, но с большей вычурностью – валанами, оборками, камнями. Для женских ролей, которые на самом деле исполняли мужчины, использовали длинные платья с подъюбниками. Для мужских – камзолы и пантаоны. Однако костюмы не соответствовали ролям, так как художники, которые создавали их, не знали содержания балета. В 18 веке балет стал уже отдельным спектаклем, и появились первые костюмы для определенных ролей. Впервые с укороченной юбкой выступала французская танцовщица Мариан Камарго. Такое платье открывало ее щиколотки, что было в новинку. Моду на укороченные юбки переняли и русские танцовщицы, поскольку Камарго гастролировала на сцене императорских театров. В начале 19 века стал популярен стиль ампир. Танцовщицы стали носить не только громоздкие костюмы и стягивающие корсеты, а уже легкие струящиеся платья. Туфли заменили на сандалии, которые крепили на ногах за счет длинных лент. Именно так и появились первые пуанты. Ну а со временем платья стали более открытыми. Впервые в пачке выступила итальянская танцовщица Мария Толиони в 1832 году. Это была многослойная юбка из воздушной ткани, которую крепили на корсаж. Корсаж застегивался сзади на крючки и затягивался лентами. В начале 20 века балетные костюмы стали намного смелее. В 1911 году Вацлав Нижинский впервые выступил в облегающем трико, из-за чего лишился должности в императорском театре. Императрица Мария Федоровна, которая посетила балет, посчитала это оскорблением. Известные художники создавали балетные наряды. Например, Пабло Пикассо сделал костюмы из разноцветного картона. Премьера балета была скандальной. Сальвадор Дали предложил свой вариант образа для главного героя в балете Икар. Он хотел, чтобы танцовщик выступал с костылем вместо крыла и мухой на проволоке вместо головного убора. Но его идею не поддержали. При этом, чем сложнее был танец, тем проще одевали артистов балета. В балетах Джорджа Баланчина танцовщики выступали в обтягивающем трико, так как они демонстрировали сложную хореографию. Во второй половине 20 века в США и Европе мужчины иногда выступали в бандаже, который был похож на нижнее белье. А Рудольф Нуреев в одной из спящих красавиц вообще пристал обнаженным перед зрителями. Вот и наш очередной выпуск заканчивается. Это не повод грустить, ведь совсем скоро мы вернемся с новыми интересными темами. С вами была Олега Стеблянская, программа «Культурный код» на телеканале «Осетия и Рештон». Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok